Ребят, смотрите. Ну-ка переверни, посмотрим, что не отвалится. Ну, то есть машина может ездить как так, так и наоборот. Всем привет, ребят. Этот набор мы не хотели покупать до последнего, но... Поэтому он у нас на столе. Внедорожник Арина. Это один из последних наборов по серии Ниндзяга, Восстание Драконов, второй сезон, весенняя серия. В нем всего 267 кубиков. Он смотрится слишком просто и, может быть, напоминает многие наборы из прошлого, которые были. Такое чувство, что леговцы уже делали его, но только у других ниндзя или вообще в другой расцветке и как-то по-другому вообще. Багги уже лего выпускают, ну, мне кажется, сначала Ниндзяга вообще, а может и раньше. Да, мы видим, что это багги Арина, да? Да, теперь он у нас Ниндзя, поздравим его. Да, теперь у него есть свой внедорожник. Смотри, у Арина все больше и больше появляется наборов, да, я так понимаю. Да, ну, мне кажется, это круто, потому что уже слишком много наборов по другим Ниндзя, типа Кая, там Кола или кого-то другого. В этом наборе 4 фигурки и один Райл. Одна из фигурок уникальна, и это Кол. Причем он здесь, я так понимаю, в черной одежде, а не как мы уже привыкли в белой. Волк в маске появлялся буквально в каждом наборе этой волны вообще. А Синдер? Синдер тоже довольно частый гость. Ну, в этот раз он в темно-голубой броне. Как и всегда. Главный герой коробки Арен, и его фигурка никак не изменилась. Что меня удивило, что они сидят вдвоем. Да, это двухместная получается машина. Правда, непонятно, куда они поселят Райл. Ну, наверное, в хвост куда-нибудь и в гриву. У него откидывается стекло, это выглядит довольно круто. Мне понравились альпинистские зацепы. Они тоже прикольно выглядят, и если присмотреться, то они как раз могут крепиться внизу. Ну, а про цвет колеса скажешь? Честно говоря, прикольно, потому что одни желтые, вторые синие. Впечатление, что машина поделена пополам. Первая часть желтая, а вторая синяя. Купили мы его где-то за 4000. Ну, в магазинах он стоит чуть подороже. Да, 6. Давайте, откроем коробку. Ну, что же. Шины. И колеса. Колесо. Шина. 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 Колесо. Колесо. Первый пакет. Второй пакет. Третий пакет. Инструкция. Наклейки. И все. Три пакета. Четыре колеса. Одна инструкция. И наклейки. Вот так вот это все выглядит сверху. Очень нравится, что шины. И колеса положили отдельно. У машины четыре шины. Вот такая вот машина у нас должна получиться в итоге. Список всех наборов этой волны. Многие из них вы уже видели на нашем канале. Да. В первом пакете у нас появилась основа и двигатель. Двигатель у нас находится сзади. У него есть четыре выхлопные трубы. Такая большая черная основа, на которой собирается вся машина. Вероятнее всего леговцы, конечно, выпускали ее в каких-то других наборах. Но у нас она впервые. Снизу она выглядит вот так вот. Специальная какая-то основа для того, чтобы собрать именно кабину. Посмотри. Широкая. И вообще мало похоже на леговскую. Сзади выглядит вот так вот. То есть тут есть уже такие вот фонари получаются. А спереди, честно скажу, выглядит так себе. Такая вот консоль в кабине сделала. Она красивая. Видите, ребят? Прикольно. Мне нравится то, что большое сочетание цветов. Смотрите. Зеленый, красный, черный. Фиолетовый, желтый, синий. Да. Это круто. То есть тут действительно леговцы собрали все цвета практически, какие только можно было собрать. И это, конечно, чувствуется продумка какая-то. Во втором пакете у нас появилась кабина нормальная получается. Выглядит это вполне прикольно. И почему-то мне это напоминает серию ультраагентов. У нас появились две балки, на которые в будущем будут крепиться колеса. Справа и слева. Очень красивые фонари, которые за решетками стоят. Фонари защищены такой бамперной решеткой. Да, красиво. Тут вот у нас такие вот мечи. Справа и слева тоже. Ну и вот Тимка обращает внимание вот на эту решетку спереди. Это просто рельсы обычные. Красиво. По бокам справа и слева есть такие вот цвета манго. Защитные стенки. Ну и, разумеется, сама кабина. Она может подниматься и опускаться. Удивительно. Вот так это смотрим. Очень красиво. Закрывай. Ну, сверху на кабине тоже что-то надпись какая-то есть. Смотрите, ребят. Крепится эта конструкция вот на такие шарниры, да? Внутри кабина появился небольшой пульт управления и руль. Руль-то, обратите внимание, какой клевый, да? Ну, а все остальное осталось прежним, да? Двигатель, выхлопные трубы, кабина. Впереди мы сажать будем с тобой колеса вот на эти коричневые элементы, да? Я так понимаю, здесь тут все понятно. А сзади куда колеса будут сажаться? Сзади, вероятно, на эту фиолетовую штуку. К ней будут крепиться детали. На которых уже будут как раз колеса. Которые будут подпружиниаться, да, наверное, Тимофа? Да. Да, ребят, смотрите. В третьем пакете у нас появилась вот такая вот машина. И мы ее полностью собрали. Появились колеса, которые, кстати, ездят. Да, это важно. Появились два таких задних пулера, не знаю. Да, с пулера. И теперь она может сделать вот так. Прикольно присаживаться. Вот такая вот тут конструкция. Так, с пружиной, металлической пружиной. Ого, уникальная пружина. Лего и металл. Ты смотри, кто бы мог подумать. Да. Также вот сами спулеры. На них две наклейки. Один дракон рая, а другой... И рублевка. Также появились две такие пушки. Они очень шумят, поэтому мне немножко вообще не нравятся. Появились задние спулеры. Подвеска задняя появилась. И появился вот этот вот цепь, крюк, как хотите, называйте. Он может вот так вот отцепляться. Да. И вот так вот будет... Волочиться следом, да? Да. Ребята, смотрите. Ну-ка переверни, посмотрим, что они отвалят. Ну, то есть машина может ездить как так, так и наоборот. Ну, что, не плохо. В этом последнем третьем пакете появились колеса, подвески, два спулера и крюк. Бросается в глаза это разноцветные колеса, да? Да. И то, что она умеет вот так вот прыгать, вот эта возможность ее подпрыгивать, бомба, да, такая? Да, это круто выглядит. Да. Меня лично зацепила железная пружина, потому что мне кажется, что я, что-то, железные детали в Лего как-то и не встречал раньше. Были когда-то такие железные детали? По-моему, да. Но пружина-то сто процентов это была. В технике все очень часто. В технике, да. Пулеры смотрятся красиво, но более сильно дребезжат. Да. Да. А они чем стреляют-то? Пульками? Пульками. Короче, какой-то горох высыпается оттуда. В эти отверстия засовываются, снаряды, да, каким-то образом. Потом их с помощью толкателей выталкивают. Они плоско, да, ставятся? Понятно. Ну, опять-таки, такое чувство, что где-то это было, но не помню где, да? Конечно, это было. Одну какую-нибудь пули, чтобы я показал ребятам. Бум. Давайте же сравним этот внедорожник. Ну, я не ожидал, что ты выберешь именно этот. Мне казалось, у нас было много других внедорожников, которые умели подпрыгивать. Мне кажется, они максимально похожи из-за того, что, во-первых, тут вот эти вот передние колеса как-то отделены от основания. То, что они оба вот на такой вот высокой подвеске. Правда, этот может сгибаться, а этот, ну, не может. Вот. Ну, тоже подвеска у них одинаковая, но только у этого, я так понимаю, она не может подпрыгивать, да, Тимур? Да. Так. И у этого, и у этого есть мечи. Угу. Интересно. Действительно, это просто какой-то простецкий внедорожник. Он такой вот просто как бы подскакивает. А этот вот внедорожник действительно сложный. Как бы даже его внедорожником-то назвать нельзя. То есть, это целый какой-то автомобиль большой и сложный. По-моему, внедорожник сделан очень хорошо. Я поменял свое мнение о нем. Тимка поставил 4 фигурки. Это полный комплект. Никаких мест для крепления мечей тут, к сожалению, не предусмотрено. Арина за рулет. Это все-таки его внедорожник получается. Да? Логично. Кол садится рядом. Никакого отдельного сидения у них нет, поэтому они садятся прямо на эту пластину, да, вот так вот раз, и стекло прикрыло. И рай сверху. Вот так. Нормально. Но мне нравится. Ну, да. Два злодея, я так понимаю, убегают от внедорожника. Или чего? И кто их догоняет, бум, все, они успели. Блин. Да. Ну, для достоверности еще. Да, стреляет нормально. Ну, все. Так они сидят вдвоем. Ну, и прямо так нападают на убегающих врагов. То можно делать вот так вот. С носителях прикол, да? Да. Нормально. Очень красивые, конечно, вот эти надписи, таким желтым сделанным цветом. Слушай, ну, а передние колеса как-то умеют проседать или еще что-то? Ну, задние, да, понял. А передние нет, да? Просто как есть, так есть. Передние нет, они закреплены. Набор, мне кажется, гораздо лучше, чем я о нем думал. И даже красивее. Мне кажется, им можно нормально поиграть, какие-то гонки даже, может быть, устроить. Набор небольшой, собирается быстро. И, как говорится, Тимка, с удовольствием. Да, очень понравилось. В общем, пишите свое мнение о этом наборе в комментарии. У нас пока что все. Спасибо, Тимка, за рассказ. Давай ждем новых наборов. Всем пока. Пока, Тима. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok